МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И проходит профессиональные пробы. В прошлой серии мы рассказали об участниках проекта. Своей командой представили шесть образовательных учреждений индустриального района. Школа номер 100, 102, 132, 136 и два лицея номер 4 и номер 8. Все недавно дружат с нефтяниками. Поэтому тема творческого задания для ребят была обозначена именно так. Дружба с заводом. Фильмы, которые ребята посвятят нефтеперерабатывающему предприятию, покажут в эфире нашего телеканала. По итогам зрительского голосования будут определены победители. Меня зовут Ника, и я из 8-го лицея. На самом деле мне очень понравилась задумка данного конкурса, потому что соревнования и при этом новый опыт. Я очень счастлива тому, что участвую в этом проекте. Работать с такими крупными компаниями – это прям честь для меня. Ребята с воодушевлением приступили к работе над сценариями. Да что там, многие взяли в руки камеры в надежде снять золотые кадры, как Стивен Спилберг. Тот получил первую награду за свой фильм в 13 лет. Но выяснилось – знаний не хватает. Поэтому за дело взялись телевизионщики. Мы разработали для школьников свой комплекс ГТО. Готов к телесъемке и озвучке. Лекции детям прочитали главные люди на Ветте. Вот, например, главный оператор нашего телеканала – Михаил Турбовский. Мастер-класс Михаила Турбовского под названием «Угол зрения» – это не только разбор ошибок, распространенных среди новичков. Ребята сфокусировались на логике киноповествования. Оператор должен не просто снять кадры, а рассказать с помощью них свою историю. Вы должны снять монтажную историю, которая бы собиралась, как последовательность кадров про одного человека, где он чего-то делает непрерывно. Предположим, мы где-нибудь на заводе, где есть станок. Монтажёру для связанного видеоповествования нужна история. Покрутил ручку, поставил деталь, поточил её. То есть непрерывность. Для этого, собственно, крупности и меняют. Подробнее о монтаже рассказывает и начальник производственного отдела телеканала «Ветта» Виктор Зернин. Чем дальний план отличается от общего, а средний план – от, скажем, американского. Да, есть и такой. Мы предложили ребятам выполнить задания, сделать зарисовки. Каждая из них обозначает крупность планом. Пока остановились на шести. Но вариантов встречается, конечно же, больше, особенно в кино. Получилась шпаргалка, которой наши команды могут смело пользоваться во время съёмочного процесса. Пригодится и монтажёрам, и операторам. Всем привет, меня зовут Женя, я представляю школу номер 136. В нашей команде я играю роль оператора. Мне всегда было интересно это дело. И я надеюсь, что у нас получится очень хороший фильм. В команде школы номер 136 за красоту кадра отвечает Женя Кондакова. И она далеко не единственная в нашем проекте девушка-оператор. А вот на местных каналах примеров немного. Носить штатив, огромную камеру, при этом разбираться в технических характеристиках, в идеале знать физику, раздел оптика. Считается, что это тяжёлая для женщин работа. Но мы-то с вами понимаем, что если есть интерес, то всё получится. На нашем мастер-классе каждый мог заглянуть в объектив камеры. Более того, совместными усилиями мы записали интервью. В нашей команде я исполняю роль режиссёра. Хотел бы узнать, как лучше снимать. Мне понравился данный мастер-класс, потому что тема монтажа очень мне интересна. Как тебе мастер-класс? Это было довольно-таки кратко и информативно. Запомнилось, в принципе, всё. Есть ли какие-то вопросы? Вопросов нет. Вопросов нет. Возникла загвоздка. Что ж, такое тоже встречается в работе съёмочной группы. Валерий Штенников успешно играл роль человека, который не расположен в беседе. И всё-таки нам удалось его разговаривать немного. Насколько вы легко разговариваете с людьми, которыми берёте интервью, и как быстро придумываете вопросы. Это что-то. И мне очень понравилось, как это было предоставлено в разговорной форме. Мы ничего не конспектировали, не писали. И в голове очень много отложилось. Наш проект объединил школьников с самыми разными интересами. Одним важна химия, потому что они мечтают работать в нефтяной отрасли. Другие любят кино. Третьи не определились с профессией. Поэтому задача у преподавателей непростая. Не только рассказать о работе съёмочной группы, но и показать на своём примере. Идущий держит в руке микрофон, и он говорит текст. Он в центре событий. Это стендап. Стендап – это появление корреспондента в кадре. Не какого-то другого человека, а именно корреспондента. Потребовалось даже организовать спецкурс «Телевизионный язык как иностранный». Ведь нужно было рассказать, что такое синхрон, зачем корреспонденту удочка, почему страшно потерять ветрозащиту, как монтажёру помогает тайм-код. Сложнее всего было объяснить, что такое лайф. Что такое лайф? Мы с вами разбираем структурные элементы сюжета. Там есть закадры, там есть стендап корреспондента, там есть синхрон. И там есть ещё что-то совсем незаметное. Лайф – это воздух. И он делает сюжет интересным. Это как раз то, что делает сюжет лёгким. Работа над сценариями тоже проходила непросто. Мы получили шесть историй. И каждая в чём-то походила на предыдущую. За помощью пришлось обратиться к Орифеям. Главный режиссёр телеканала «Вета» Алексей Яковлев проводит работу над ошибками. В ваших сценариях получается, что совершенно непонятен жанр. И это очень важно. Когда вы понимаете жанр, вы понимаете такой крючочек, чем вы будете цеплять зрителей. Предлагаю вам придумать прямо сейчас какую-нибудь историю. Давайте выберем какой-нибудь жанр и придумаем совместно какую-нибудь историю. У каждой команды свой жанр. У восьмого лицея комедия, у четвёртого фантастика. У школы номер 102 мелодрама, у 136 просто драма. В сотой должна была сочинить триллер, а в 132 достался боевик. За 10 минут ребята придумали совершенно новое кино. И доказали, что мысль это нестандартно. Лукойл и Веста устроили конкурс шести команд школы. То есть это 132-я, 8-й лицей, 4-й лицей, 100-я школа, 102-я и 136-я. Вроде я не знаю. И команда 132-я школа решила устранить своих конкурентов. Всё это, конечно же, шутка. На нашем мастер-классе по режиссуре ни одна команда не пострадала. Наоборот, благодаря этому заданию ребята поняли, в чём секрет удачного сценария. Мастер-класс мне очень понравился, было интересно. Подробно разобрали каждый из жанров, поняли, на чём строится, в принципе, и сюжет. Очень познавательно. Школьники впервые услышали имя Эйзенштейна, разобрали, в чём состоит эффект Кулешова и получили домашнее задание – прочитать книгу Александра Миты «Кино между адом и раем». Мне очень понравилось то, что человек прям погружён полностью, и он меня даже вдохновил на новые идеи, и вот мы прям резко решили немножко изменить сценарий. Я вдохновилась. Мы больше склоняемся к комедии, но я хочу сделать так, чтобы человек, смотрящий видеоролик, понимал, что «Лукойл» – это не просто какая-то организация, это правда массовая, со своей историей. Для меня она всегда казалась какой-то слишком, воу, огромной. И сейчас я ещё могу углубиться в эту тему. Хочу-хочу побыстрее во всём этом участвовать. Конечно, за одно занятие научить снимать кино невозможно. Поэтому мы организовали группу ВКонтакте, где публикуем советы, лайфхаки и видеоуроки. Она так и называется «Дружба с заводом». По многочисленным просьбам наших подписчиков, организаторы конкурса решили провести ещё один мастер-класс. В этом нам помогает автор проекта «Доступный Урал» Василий Вавилов. Он никогда не выходит на улицу без рюкзака. И вот почему. Коптер у меня всегда с собой каждый день. Почему? Потому что каждый день может что-то произойти неведомое, и это было бы круто заснять. Василий Вавилов – самый настоящий пилот. Он управляет летательным аппаратом. Вот кнопка. Он взлетел сам. То есть ничего особо делать не надо. Сегодня коптер для любого оператора «Мастхэв» – обязательный навык. С помощью этой летящей камеры можно получить уникальные кадры. Вот один из них. Кажется, участники проекта «Дружба с заводом» после съёмок отдыхают на альпийских лугах. Вечно зелёная трава на заднем дворе лицея номер 4 радует наш глаз. Но ещё больше футболистов, которые здесь занимаются. Стадион был построен благодаря поддержке предприятия «Лукоил Пермифтерк Синтез». Оценить масштаб этого спортивного сооружения можно только с высоты птичьего полёта. Василий, наш воздушный оператор, запечатлел всю эту красоту. А ещё рассказал немного о птицах. Самые страшные птицы – это дрозды, потому что они охраняют свои гнёзда. Они даже орлов клюют. А что говорить о дронах? Сейчас ребята осваивают операторское искусство. Впереди главные события проекта «Дружба с заводом». Первые съёмки и посещение предприятия «Лукоил Пермифтерк Синтез», где наши герои проведут эксперимент, проверят качество топлива. Об этом в следующей серии. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова